всем привет с вами канал все для огорода друзья подписывайтесь ставьте лайки и жмите на колокольчик покажу как сделать печенье из нашего детства может кто-то вспомнит такое печенье мне делала мама вот что нам нужно нам нужно творог моем случае пойдет колбасный творог такой вот такой колбасный творог вот творога здесь 400 грамм но здесь надо получается 800 грамм то есть на килограмм творога надо примерно килограмм муки насыпать 2 яйца сливочное масло надо 100 100 грамм сливочного масла если нет 100 сливочного масла пойдет и растительное ни коем случае не применяйте маргарин вот от маргарина получается может кто-то не знает онкологии но соседка ела маргарин уже давно как нету то есть поймала вот эту хрень так пакетик ванилина надо значит если у вас этот творог густой можно разбавить молоком вот если он густой жидкий как моем случае молоко я использовать не буду значит молоко мы сразу убираем в сторону чтобы она нам не мешалась так приступаем покажу как все это делать вот наглядно для этого надо разбить два яйца в отдельную тару для чего в отдельную мало ли если скорлупа попадет чтобы вам желудок не обрезала вот сначала разбиваем яйца вот в отдельную тару некоторые прям сразу а я лучше в отдельные как говорится береженого бог бережет плохо забилось ну ладно потихонечку так вот посмотрели нету ничего очень хорошо так яйца можно сбить заранее все сюда мы яйца бросаем пакетик ванилина вот высыпаем пакетик ванилина так также перемешиваем мой запах такой приятный пошел он сейчас он растворится в этом в яйцах так теперь какой момент надо взять масло 100 грамм здесь вот у нас по моему 170 ну по полпачки скажем так сейчас я это и раз топлю сейчас я встоплю если нет масло пойдет растительный растительного нам чуть меньше где-то 70 миллилитров растительного масла любого растительного масла может пойдет и оливка если у нас есть оливковое пойдет оливка я возьму меньше половины пачки и растоплю его в ковшике. Здесь у меня ковшик есть такой. Разрежу. С вами канал. Все для огорода. Друзья, подписывайтесь. Ура! У меня уже 500 подписчиков. Ну так где-то отрежу так вот. Вот столько вот отрежу. Чуть меньше половины. Вот. Масло надо экономить, оно дорожло и подрожало. Такая пачка стоит 200 рублей. Пятерочки. Поэтому будем экономить. Не знаю, что так звучит. Цены такие. Сейчас я разрежу маслом чуть-чуть. Так, следующий этап. Значит, тесто. Значит, если надо положить, высыпать мыки, ну где-то килограмм, наверное. Мука у меня вот эта. Последний пакет. На моем муке будешь купить. Было 6 килограмм муки. Уже всю использовал. Это вот мука. Это рублей 100 с чем-то стоит. Вот зараза. Плохо. Плохо открылся. Надо убавить. Так, высыпаемся на муке. Я ее обычно не... Где-то... Ну вот я 700 грамм высыпал. Потом еще насыпем. Так, сейчас мы масло тут сгоним. Оно должна растопиться. Так, сейчас. Так, все. Берем, будем здесь вот все это дело замешивать. Так, высыпаем сначала этот творог. У нас жидкий. Как колбаса такая. Колбасный я называю творог. У него 4% жирности. То есть не очень жирный. Здесь молоко не надо добавлять, потому что здесь в творог они или молока добавили, этого сухого, или воды налили. Потому что он, понимаете, какой-то жидкий творог. Такой творог-то не бывает ни хрена никогда. Я сколько ни раз не делал творог, всегда он у меня густой получался. А это какой-то жидкий прям. Две таких колбасы надо на сам этот, на эти печенья или килограмм творог. Обычного. Хочет творог брать девяти процентный. А здесь четыре процента. Ведь на этот творог делают из этого сухого молока. Поэтому они делают его такой жидковатый. Вот. Ну, в принципе, на такие печенюшки или булки как лучше пойдет. Вот. Значит, молока уже не добавляем, так как этот творог жидкий. Так. Все. Сейчас будем размешивать. Можно миксером размешивать. Сюда. Сюда вылить надо вот это. вот яйца так надо еще соль и щепотку сюда потому что хоть говорят ворот не надо никакой соли он щепотку соли соли все-таки немножко что-то подает какой-то вкус этому блюду так сейчас я масло выливаем сюда же масло где-то вот не половину пачки чуть поменьше вот если нету сливочной то есть сливочного растительного берите но ни в коем случае не мангарин вот так про соду надо не забыть так все надо перемешать естественно до однородного состояния что там хоть видно что то видно тоже без оператора все сейчас перемешиваем вот эту часть творог с яйцами как раз творог ванилин как раз войдет можно в миксер перемешивать ну так как творог жидкий можно и ложка это когда если когда творог такой густоватый обычно миксером перебиваем или блендером блендером вот я уже принципе пробил все практически чики-пики так сюда надо положить судицы чайную ложку ложка где вот она какая ложки есть вот я уксусом не гашу потому что как-то погасил с уксусом они хуже мне получились когда без уксуса они такие хорошие получается вкусные но вы можете погасить если вы хотите делать вот короче размешали да все будем туда засыпать по частями нашу муку вот может быть даже меньше на муки понадобится то есть немного взяли муки размешиваем тесто должно быть такое нормально жестковатое не мягкое более-менее такое твердое вот видите еще тесто такое еще мягкое поэтому 700 грамм муки как раз сюда и войдет вот можно руками уже вымешивать так нет еще рано тесто это еще будем еще уносить потому что она должна быть густоватое на килограмм целый нам идет сюда может больше так здесь у нас мы этот муку оставим и там есть мука другого пакете она это надо ее использовать там она чуть-чуть и осталось еще сюда вот его высыпем вот я звоню на вымешать она должна к рукам не приставать тесто не такое крутое среднее так так комочек один сделала другая нужно на доску вывалить вымешивать на доску сейчас высыплю буду на доске вымешивать так 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 брать нам тут не нужен так тоже что-то поставить так сейчас здесь вымешивать жидко получился будет получится это тесто она должна быть к рукам не прилипать она видите еще липется сейчас мы ее вымесим так так шарик готов где тут можно надо чуть-чуть его закатать чуть-чуть так два шарика есть так сейчас надо это вывалить я просто хотел показать как его с нуля делают я мог бы конечно сделать тесто а потом показать как все это делается вот здесь покажу как надо ее замешивать видите немного это не то что тесто когда пирожки делаем там понятно что сейчас мы это дело вымесим так что комочек есть так сейчас еще вот этот сваляем буду показывать как все это делается делается так 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 и что-то как-то к рукам прилипает, а между собой тесто что-то не хочет налипать. Сейчас налипнет, вот она денется. Вымешивается, уже к рукам не подстает. Всё, это готово. Вот эти куски, которые не прилипли, пускай прилипнут сюда, мы их сюда сейчас закинем. Так, всё, сейчас буду показывать дальше. Так, это готово. Это сейчас мы ещё немного сделаем, чтобы она немножко покруче была. Вот, есть и вот это ещё. Всё, четыре таких лепёшки получаются. Сейчас будем делать пельмени. Хотел пельмени, не пельмени, а печенье. Вот, короче, у нас три лепёшки. Всё, получилось. А, блин, а сахар туда я не насыпал-то, блин, опять. Вот я, блин, сахар-то я не насыпал, насыпал, блин. Я говорю, то что, одно забудешь? Такан сахару надо было, блин. Опять будут не сладкие. Твою мать-то. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Опять забыл, что надо сахар положить. Так, блин. В тот раз соли забыл, этот раз сахар забыл, блин. Они же будут не сладкие, блин. Ну, ладно, как-нибудь сейчас забацаем, блин. Надо по бумажке всё это делать. Я делал давно уже. Ладно, как получится. Пускай будут не сладкие. Слакан сахара надо на это тесто. Вот так чуть-чуть. Короче, стакан сахара, блин, забыл. Как прямую сквозу. Думаю, что-то надо было стаканом насыпать сахаром. Так, здесь прилипает. Какие надо насыпать на стол? Это производство видеороликов, блин. Их потом никто не смотрит. Или так это тоже, помню, делал ролики. Ну, 20. А, 11 человек посмотрел. Вот это, что я там это лепил, эти печенюшки и все. Короче, стакан сахара надо было сюда в тесто пороть. А я забыл. Ну, ладно, съесть. Я съем. В тот раз эти блины жарил, сахар забыл положить. Здесь это печенье я делаю, чтобы они получаются не сладкие. Ну, ладно, так получится. Нужно войдет в тесто. Вот, получилось так. Я думаю, войдет потихоньку. Тесто мокрое, оно там как бы сахар растворится. Блин, прилипает все вот к этим. Я говорю, надо было сразу яйца к сахару насыпать. И все бы, было бы чики-пики. А в прошлый раз тоже соли забыл положить, блин. И в этот самый тоже что-то я делал. Ну, я съел, конечно. А, рульет я делал. Съел, конечно, но вкус совершенно был без соли, не очень. Все, вошло в сахару, сюда, в паром. Так, надо еще муки, потому что она что-то прилипать начнет к рукам. Она не должна. Сейчас. Когда торопится, я говорю, на шпаргалку. И смотрите, что забывается, конечно, что там говорить. Если я делал каждый день, а то я не делал уже, наверное. Я в октябре что-то делал. Я уже забыл. Сюда что-то плохо прилипает. К пальцам прилипает, блин. Все. Руки помою и буду показывать. Заключательный этап. Заключительный этап. Как там, видео-то есть? А то выключится, блин. Так, сколько времени-то? Эх, блин. Наверное, не хватит. Ну, ладно. Смысл такой, что мы должны это тесто пропустить через мясорубку. Получится, наверное, в двух частях, скорее всего. Так. Какая там сетка? Посмотрим. Здесь нормально крупная сетка. Мелко. Надо крупную сетку поставить. Ну, все равно так получается в двух частях. Ну, ладно. Подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик. Сейчас я буду во второй серии. Вы посмотрите. Ну, 27 минут это долго, конечно. Никто не будет смотреть, скорее всего. То есть, тесто я замесил. Не забудьте, к сахару надо стакан. Если хотите сладкие печенья, то два стакана сахара надо положить. Вот. Все ингредиенты я показал. Это два яйца, пакетик ванилина, чайной ложкой соды, муки где-то килограмм. И 800 грамм жидкого творога. Вот. Все это смешиваем и делаем тесто. Вот. И сейчас будем пропускать тесто через мясорубку. Вот. Подписывайтесь на мой канал. Своим канал. Всю для города. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.